Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа Горячая линия, я ведущий Андрей Острев и мы традиционно по средам с вами общаемся с муниципальной властью и сегодня мы продолжим нашу традицию, но прежде чем мы начнем, я бы хотел, как и обещали мы в прошлой программе, ответить на те вопросы, которые задали нашему прошлому гостю Валентину Гайдаржи. Значит, по улице Центральной 183А отмостку сделали, по которой нам звонили, по улице Даля 29, я могу путать номер или 27 или 29, сейчас проект находится на проектной стадии, в течение двух недель будет готовое решение и будут проводиться работы, а вот по улице Володарского там работает комиссия по сносу и собственно говоря, наша тема программы сегодняшней косвенно этого касается, не то что даже косвенно, наверное прямо, но наши гости расскажут лучше и сегодня у нас в гостях Николаевский городской голова Александр Сенкевич, добрый вечер, и главный архитектор города Анна Полеха, добрый вечер. Добрый вечер. И вот с чего мы начнем. Коль у нас постоянно возникает такие обращения на тему размещения всевозможных сооружений, малых, и некоторые малые уже превратились в большие, а некоторые малые совсем стали малыми, но тщательно мешают проходу, проезду и некоторым пролету, то в этом случае хочется задать вопрос, когда мы этот вопрос решим, и тема нашей сегодняшней программы это тот план зонирования, который был сделан, и как он повлияет конкретно на решение этой проблемы. И вот вас, Александр Федорович, еще попросить рассказать жителям, что это такое за план, и что это вообще такое, зачем это нужно. Ну, сегодня мы презентовали в большом зале городского совета план зонирования города Николаева. Это документация, градостроительная документация, которая, исходя из нормативных актов, начиная с 2011 года, должна быть утверждена всеми городскими советами, и исходя из этой градостроительной документации, происходит выделение земли и так далее. Я думаю, что об этом более детально расскажет Анна Анатольевна. Хотел сказать, почему это важно сегодня для Николаева и николаевцев, насколько это важно. Ну, исходя из того, что законодателям было предусмотрено какое-то время, и городские советы могли принимать мораторий на этот документ, ну, скажем так, многие города, Николаев не исключение, не занимались разработкой данного документа. Просто работали по старой накладной схеме, выдавали документацию на землю, на проектные, на землеотводы, оформляли в собственность. И потом, в один прекрасный момент, возможность наложения ежегодного того моратория, который это делал городской совет, исчерпалась. То есть нельзя уже было сделать и наложить там мораторий. То есть нужно было обязательно принять этот план? Именно. На сегодняшний день скопилось огромное количество документации, земельное которое, она как бы есть, но ее в то же время нет. То есть она есть, но законной силы она не имеет до вступления в силу и утверждения зонинга, или другими словами, плана зонирования территории. К чему это может привести? Приведу простой пример на реальном примере из жизни. Недавно я был приглашен на одно из предприятий в Корабельном районе, которое, скажем, известное предприятие во всем мире, известный производитель. На этом предприятии я был во время выборов, выступал и общался с коллективом. И руководитель поделился со мной тем, что вот они готовы создать еще рабочие места, готовы разместить производство, и им нужно для того, чтобы расшириться, им нужна земля. Земля это не представляет из собой, ну вот на сегодняшний день, никакой там экономической ценности в рамках там какой-то, ну скажем, как вот, например, земля в центре города. Это на окраине. Это земля, которая поросла бульяном и там по поясу не используется, она просто не используется. Но он не может там разместить, увеличить свои потребности, потому что, ну как бы, у него есть уже документация, но ему нужно провести аукцион, который можно проводить только в рамках принятого плана зонирования территории. То есть фактически мы кричим направо и налево о том, что мы хотим привлечь инвестора, мы готовы с инвестором работать, а тут есть внутренний инвестор, который просто элементарно не может, ну как бы, инвестировать в свой бизнес, инвестировать в свое дело, создать новые рабочие места и расширить свое производство. Александр Федорович, если я для наших зрителей скажу вот такую формулировку, что вот этот план зонирования Николаева, он приведет к прозрачному и, главное, целевому использованию коммунальной земли. Я буду прав? Ну это лучше, конечно, на этот вопрос лучше ответит Анна Анатольевна. Ну тогда давайте его адресуем, Анна Анатольевна. Только, пожалуйста, если можно, вот я не разбираюсь в этом, да, вот я не понимаю умных слов. Как и большинство Николаевцев, которые не обязательно разбираться. Ну хорошо, я не буду за большинство, вот хочется услышать, что это вообще такое, что нам это даст, а самое главное, как скажется на жизни, ну, грубо говоря, террористичного громадянина. Смотрите, ну, на основании генерального плана, то есть вот есть генеральный план. Что такое генеральный план? Это проектная документация, проектное решение, как должен развиваться город, то есть в каком направлении заложены идеи и стратегии для развития, то есть перспективы развития территорий и в каком направлении будут развиваться кварталы и территории города. В соответствии с генеральным планом есть функциональное зонирование, то есть по функциям делятся территории на определенные, скажем так, угруппования, которые несут функциональное назначение, скажем так, промышленная зона, зона жилой застройки, зона зеленой застройки и так далее. То есть это выделение функционального назначения, на основании чего в дальнейшем принимаются решения и по отводам земельных участков, и по другой градостроительной документации, то есть получение градостроительных условий обоснований для проектирования и согласования проектной документации, рассмотрения ее. Это вот сейчас вы говорите о генеральном плане. Я сейчас говорю, ну просто в чем суть вопроса? Суть вопроса, что в советское время генеральный план, он имел в себя под основы, в том числе и схема зонирования. На основании закона Украины о регулировании градостроительной деятельности было принято решение о том, что план зонирования – это вторая ступенька после генерального плана. Поэтому нам стояла задача дополнительно генеральному плану разработать схему генерального плана. Поэтому все это вместе – это градостроительная документация. Единственное, что генеральный план – это первая ступенька, схема зонирования – это вторая ступенька. То есть это как бы более детальная расшифровка, что где находится, да? Да, да, да. Схема генерального плана, она разрабатывается на основании иностранного кабинета министров, которая говорит о том, что мы уже более детально при зонировании рассматриваем территории и даем возможности рассмотра территории в трех направлений. То есть там есть допустимая, есть та, которая необходима, и ту, которая можно рассчитать в соответствии с градостроительными расчетами и обосновать и согласовать с жителями города. Спасибо большое. У меня тогда такой практический вопрос. То есть смотрите, если я все правильно понимаю, то вот это зонирование, оно дает теперь возможность легального возмещения тех же мафов или, наоборот, их сносов. Как, Александр Федорович, как Вы считаете? Ну, не совсем. Вот расскажите, потому что многие, я насколько помню, когда основные были, собственно говоря, вот эти акции предпринимателей, в частности позвонишек, которые требовали, дайте зонирование, а до этого нас не трогайте. Вот теперь после этого зонирования все, теперь их можно трогать? Ну, не совсем. Опять же, по поводу зонирования с этими же представителями малого бизнеса, ну, велась какая-то работа, я думаю, с какими-то политическими силами, я не буду называть их, там, могу только предположить, что через них пытались продавить данное решение. Данное решение, как бы, сессия дала добро на разработку этого плана и, по-моему, даже выделила деньги в 2012 году еще. Да. С 2012 года на сегодняшний и по сегодняшний день велась работа, ну, как бы, так случилось, что эта работа не была сделана. Значит, первая задача, которая была у Анны Анатольевны на позиции главного архитектора, это начать и закончить эту работу как можно быстрее. Почему? Потому что у нас есть сотни людей, которые элементарно, ну, к примеру, они хотят продать свой дом. Дом человек хочет продать там с землей. Для того, чтобы оформить эту землю, человеку под своим домом, ему нужно, под пятном застройки, ему нужно план зонирования. Для того, чтобы оформить землю, на которой он 50 лет построенный дом находится, для того, чтобы продать этот дом, ему, ну, необходим был план зонирования. То есть, обычные люди страдали от отсутствия этого плана. Сейчас этот план разработан. Он уже прошел процедуры общественных слушаний. Он уже сейчас на сегодняшний день висит на сайте городского совета. Сегодня уже размещена текстовая часть этого плана зонирования. Самое главное, что Николаев еще движется кроме того, что мы этот план зонирования разработали и согласовали с разработчиком. На сегодняшний день Анна Анатольевна вносит, скажем, нотки инноваций в город Николаев. То есть, я попросил ее сделать то, чего раньше не было, привести в порядок, ну, скажем так, и сделать публичным и прозрачным все процессы, которые относятся к земле, скажем, упорядной документации. На сегодняшний день мы занимаемся, рассматриваем возможности и уже сейчас создаем сайт, на котором будет расположен так называемый местобудивный кадастр. На этом так, правильно, местобудивный кадастр? То есть, если посмотреть на градостроительном веб-портале города Киева, там есть подслой киосков, есть подслой наружной рекламы, есть подслой незаконной застройки, есть подслой зонинга и так далее. То есть, это такая интерактивная карта, на которой размещается проектная документация и любая другая документация по отводам и которую можно проследить. Вот на сегодняшний день к презентации этого зонинга мы попросили разработчиков Киевского градостроительного кадастра, чтобы они подготовили и сделали прототип Николаевского градостроительного кадастра. И на сегодняшний день мы уже разместили на портале зонинг, который был разработан Гипроградом, посадили его на подоснову Google-карт и, в принципе, на сегодняшний момент любой горожанин, Николаевец, может воспользоваться и посмотреть, в какой части находится та или иная территория, его дом, его... Ага, спасибо, давайте примем звоночек, нас уже слушатель достаточно давно ждет, добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Сергей, у меня вопрос к вас, вот вы говорите об инвесторах, инвестициях, а город остался без каска, и что же вы сделали для того, что город у вас остался? Спасибо. Спасибо большое. Каток, да, избитая тема. Я думаю, это не очень относится к Ане Анатольевне, хотя, в принципе, в каком-то смысле тоже и к ней это вопрос. Могу сказать, что на сегодняшний день действительно сложилась такая ситуация, что каток, который у нас находился на пересечении улиц Генерала Карпенко и проспекта Центрального, возле магазина, возле отеля «Турист», разобран владельцем. То есть данный каток являлся, скажем, предприятием, предпринимательской деятельностью одного из субъектов предпринимательства. Он был, ну, такой формат этого катка, все знают, все видели его, вот такая надувная конструкция, у которой также есть срок годности. На сегодняшний день срок годности этой конструкции вышел, то есть 10 лет эксплуатации его прошло. К нам он обратился в последний момент и обратился с просьбой уменьшить аренду на землю. Я, как городской голова, объяснил и выступил на комиссии о том, что необходима действительно такая, ну, как бы, воля депутатов, и мы снизили вот для как социально необходимого проекта, проекта аренду на землю. Депутаты единогласно, в принципе, как люди, которые понимают, что спорт необходимо развивать, и уж если город не может себе сейчас построить данный каток, то уже использовать и помочь сохранить тот, который существует. Но это в любом случае не спасло бы предпринимателя, и он сказал, что кроме того, мне еще нужно снизить стоимость электроэнергии, которой содержится этот каток, а именно, ну, там, лед и так далее. К сожалению, город не имеет возможности снижать стоимость на электроэнергию, там, или датировать кого-либо по электроэнергии, поэтому данный, скажем, вид предпринимательской деятельности стал нерентабельным, то есть ему не то, чтобы он там не выходил в ноль, да, он просто перестал быть даже какие-то заказы, скажем, наши из городского бюджета на людей, которые бы там тренировались в Олимпийский резерв по там зимним видам спорта, не спасли бы его, потому что нужно покупать новый купол и снижать, в общем, стоимость этого катка. На сегодняшний день каток разобран, потому что человек не может им заниматься. Сегодняшний день я провел встречу с рядом людей, которые занимаются конькобежным, точнее видами спорта, связанными с коньками, мы договорились над том, что мы не будем заниматься тратой бюджетных денег на проектирование новых катков, мной было предложено взять существующий проект катка, который сделан из сэндвич-панелей, который уменьшит расходы электроэнергии на его содержание. И мы сделаем такой пример государственно-приватного партнерства, где город может построить этот каток, а предприниматель даст в аренду и по каким-то, может быть, минимальным ценам то оборудование, которое содержало каток. То есть как-то вот на этом условии мы последнее, что мы договорились. Сейчас на сегодняшний день Федерация фигурного катания должна предоставить нам ко вниманию каток, который они видят, максимально дешевый, из тех, кто строились недавно в Украине. И мы постараемся, имея эту документацию, проектно-осметную документацию, уже понимать, где мы можем из бюджета выделить деньги для того, чтобы построить этот каток. И, собственно говоря, это будет уже коммунальная собственность? Ну, это будет государственно-приватное партнерство. То есть на этом будет зарабатывать меньше тот, кто на нем зарабатывал, но это лучше, чем в убытке. Будет там какая-то копейка капать. С другой стороны, город будет тоже владеть данным объектом, который не закроется просто так, когда у кого-то не очень получается вести свой бизнес-модель. Давайте примем еще один звоночек и продолжим тему зонирования. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый. Уважаемый Александр Федорович, спасибо, что мы услыхали в начале передачи, что будка овощей, которая стоит по улице Володарского и Севадской дивизии, будет убрана с пешеходного перехода и со светофора. В течение четырех месяцев мы вам звонили и наконец наша просьба услышана. И спасибо большое вам за тротуар по улице Севадской дивизии. Спасибо вам за звонок. Я хотел бы сказать, что спасибо нужно говорить не мне, спасибо нужно говорить нашим налогоплательщикам, николаевцам, которые наполняют бюджет, ну а мы стараемся его эффективно использовать. Не осваивать, как это было раньше, можно так сказать, а использовать эффективно. Важно хочу сказать то, что, пользуясь возможностью, о том, что впереди у нас новая бюджетная сессия 11 августа, которая запланирована перераспределение освободившихся из прошлого года средств, а также, скажем, тех средств, которые заработал город больше. И как раз туда направление идет на тротуары, на пешеходные зоны, которые у нас действительно в ужасном состоянии. Также снова на крыше и на то, что беспокоит горожан уже десятилетиями. Александр Федорович, коль мы пришли к таким конкретным вопросам, еще очень часто вопрос нам мелькает, у нас когда-то поднимался, улица Потемкинская, вот качество дорог на улице Потемкинская, это дорога, которая разбита, ну точнее неправильно сказать, по которой ездит трамвай и поэтому больше ничего там ездить особо не может. Ну как-то так сложилось. Вот народ интересуется, когда там по этой дороге можно будет не только, ну не только на танке или на трамвае. Вы знаете, откровенно говоря, улица Потемкинская, еще у нас есть улица Московская, которая перерывается постоянно. Это одна из таких, знаете, головных болей меня на позиции городского головы. На сегодняшний день разрабатываются предпроектные решения о том, чтобы сделать, заменить рельсошпальную решетку от парка Петровского до, вот туда, до яхт-клуба. Потому что то, что сейчас, в каком состоянии находится эта рельсошпальная решетка, это действительно ужасающе. Более того, закатывали много лет ее в асфальт. Асфальт, в очередь, с каждой зимой туда попадает вода. Эта вода замерзает, подрывает. Сейчас там, конечно же, действительно можно проехать только на танке. Жители постоянно жалуются и говорят, что это за дела, так и в центре города вот такая улица, которая просто ужасная. Она даже на сельскую дорогу не сильно похожа. Мы знаем эту проблему, но эту проблему нужно решать уже комплексно, а не опять зарывать туда, закатать асфальтом и ждать следующей весны, когда она опять превратится в то же самое. Это бессмысленно. Поэтому на сегодняшний день разрабатывается проектная смертная документация, разрабатывается, мы ищем деньги, в том числе и на софинансирование из государственного бюджета, потому что там это не десятки миллионов гривен, это сотни миллионов гривен нужно для того, чтобы сделать прилично по нормативам, ну скажем так по, не буду говорить европейским стандартам, но цивилизации в сегодняшний день. Мы рассматриваем несколько вариантов, это и бесшумный путь, это и, скажем так, плитка специальная, которая укладывается между путями железнодорожными и трамвайнами. На сегодняшний день мы смотрим, что будет дешевле, что будет эффективнее и что не развалится при первой же весне. Для того, чтобы опять же говорю, эффективно использовать бюджетные деньги. На сегодняшний день также у нас есть ямы, и я дал распоряжение на последнем аппаратном совещании, о том, чтобы найти возможность отсыпать самые большие ямы, которые тревожат автолюбителей, отходами от фрезеровки асфальта. То есть мы снимаем асфальт, остаются отходы эти, и сейчас самые большие ямы просто отсыпать этими отходами и утрамбовать хотя бы, чтобы эти улицы были проездными, элементарно они убивали ходовую машину. Спасибо, давайте вернемся к изначально нашей теме, все-таки к нашей теме. План зонирования, вот к вам он на вопрос. План зонирования должен быть принят в сессии горсовета, правильно? Когда он будет подниматься? То есть вы сейчас, насколько я понимаю из нашей передачи, то этот план разработан, он прошел там определенные инстанции, и теперь его финальной частью должно быть голосование в горсовете за него. Смотрите, мы сейчас процедурно, в общем-то, подошли к именно финишу, и планируем на следующую сессию городского совета вынести этот вопрос уже на рассмотрение для того, чтобы депутаты городского совета могли принять решение и уже соответственно работать. Хорошо, тогда у меня еще такой маленький вопрос, просто общего понимания. Есть схема зонирования? Ближайшая сессия, я хотел бы уточнить, это 11 августа этого года. Вот это в течение двух недель. На эту сессию выносится в порядке денном несколько вопросов. Первый вопрос – это перераспределение бюджетных средств. Второе – это план зонирования. И еще там есть обращение от фракций по введению моратория на тарифы. Но я думаю, что это как раз тот вопрос, о котором я бы хотел, чтобы меня отдельно пригласили. И я объясню, в чем бессмысленность этого моратория. С удовольствием. Если у вас получится в следующую среду, мы можем поговорить как раз о тарифах, потому что надвигается зима, и мы в принципе очень часто в последнее время в программах, в частности с Валентином Гайдаржи, мы говорили о подготовке к зиме, и к этому нужно быть готовым и финансово. И вот буквально еще пару минут все-таки хотелось бы уточнить. Смотрите, вот приняли вот этот план зонирования. Скажите, а в него могут вноситься изменения потом? Или это уже документ, который будет на очень долгие времена, и как основа, и он не меняемый будет? Нет, смотрите, следующим этапом, который будет разрабатываться, это будет все-таки разработка и внесение изменений в тот генеральный план, который есть. Потому что с тем генеральным планом, который был разработан в 2009 году, уже жить и развиваться городу Николаеву невозможно. Необходимо внести новые стратегии, идеи, новую транспортную модель развития города и уже в соответствии с этим дальше работать. Поэтому вот только мы принимаем сам зонинг, следующим этапом это будет разработка и внесение изменений обновленного генерального плана. Мы поднимем старые детальные планы территории, мы поднимем старые обращения жителей и, в общем-то, будем рассматривать эти все вопросы, получать обратную связь с жителями для того, чтобы услышать те стратегии и то развитие, которые необходимо вложить в новый генеральный план. И, соответственно, на основании этого уже будем готовить техническое задание и работать. То есть в следующий год-полтора мы будем заниматься именно разработкой генерального плана. Спасибо. И последний, буквально финальный вопрос. Мне хотелось бы… Смотрите, вот разработали зонинг. А как быть тем людям или тем строением или тем… Ну, грубо говоря, если там, например, там, не знаю, зона жилой застройки, а там оказался бизнес-объект. Как быть людям, которые попали вот такой… Ну, по зонам не попали про предназначение своего объекта? А дело в том, что вот как раз именно зонинг, он предполагает собой вот такое вот более широкое рассмотрение этой ситуации. То есть если по генеральному плану, например, была громадская забудова, то есть гражданская застройка, то там действительно нельзя было размещать жилую застройку. Ну, и наоборот. Уже в зонинге предусмотрены эти вопросы. Ну, потому что жилая застройка, она, в принципе, в нее должно входить и магазины, и объекты офисного, и торгового назначения, которые будут обслуживать этот квартал. Поэтому самим зонингом… Вот я говорила вначале о том, что там будут три направления, в которых можно будет использовать эти территории. То есть зонинг дает возможность более широкого выбора участков, которые предрасположены по ДПНам и СНИПам, которые у нас есть в Украине. Сложные слова. ДПН и СНИП. Я думаю, это вообще госстандарты, насколько я понимаю. Но в любом случае время нашей передачи подошло к концу. Спасибо большое моим собеседникам. Я думаю, наши зрители узнали много нового сегодня. Я, по крайней мере, точно для себя много узнал. Спасибо большое за то, что пришли. Анна, спасибо, Александр. Спасибо за приглашение. А мы с вами, уважаемые зрители, прощаемся до следующей среды. Как всегда в 19.30 в среду на связи с муниципальной властью. Горячая линия. Мы ждем ваших звонков и обещаем интересных гостей. До свидания. До свидания.